Освободившись в мае этого года из мест лишения свободы, подозреваемый вновь решил вернуться к привычному ремеслу, грабежам и разбойным нападениям. Злоумышленник держал в страхе целый район. В одном из случаев средством устрашения потерпевшей стал молоток. Подозреваемый, подобный хищнику, выслеживал женщину, криминальный расчет на фактор внезапности, испуг, паника жертвы и в руках злоумышленника оказывалась сумка с личными вещами. Все происходило настолько быстро, что потерпевшие видели лишь спину нападавшего. Лицо заметить не успела, видела со спины этого человека. Подбежал сбоку, хватил сумку, побежал и видела только спину. Что в сумке у вас был, в сумке покипел? В сумке у меня два телефона было, деньги были, это да. Денежка не много было, но было. Он это да. А два телефона, они у него выпали. Сумка, потому что была открыта. На лице был чулок черный. А вот и сам подозреваемый, уже без маски и без прикрас рассказывает о своих криминальных подвигах. Какие-нибудь увечья женщина носил? Нет, только отбирал. Ну максимальный какой был? Какой-то улов. Ну самая большая 7200. 7200? А самая маленькая? 100 рублей. Стоило это, как ты считаешь? Нет. Оперативники уверены, дело подозреваемого будет многоэпизодным. В настоящее время установлена причастность в совершении порядка 10 эпизодов преступной деятельности. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-рассных и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Если вы или ваши близкие пострадали от действий подозреваемого, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефону, указанному на экране. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов. Денис Желтов.